Меня зовут Алиса Черникова. Я работаю литературным редактором. Уже 10 лет я редактирую книги, в основном научно-популярные. Когда наступает депрессия, у меня они бывают каждый год, поскольку у меня биполярные расстройства, то я очень долго об этом не знала и даже не понимала, что это депрессия. Просто начинался какой-то плохой период, и я не могла взаимодействовать даже с близкими людьми. И у меня все время было ощущение, что мне что-то дают, любовь, тепло, эмоции, а я в ответ не могу дать вообще ничего, у меня нет ничего. И вот варенье 2 года назад началось именно так, что я его просто стала очень много варить и раздавать. Я его раздавала вообще и друзьям, и знакомым, и каким-то незнакомым людям в Фейсбуке. Я просто писала, что мне нужны банки, и отдаю варенье в обмен на банки. И какие-то совершенно незнакомые люди приходили, давали мне банки, а я им отдавала свое варенье. Честно говоря, сама удивлена, как это так получилось, потому что это все происходило вроде как с самой собой. Что вот одно варенье, второе варенье, потом оно начинает продаваться, потом что-то еще, потом ко мне в гости приходит телевидение. Это все было, оно как-то фоном идет, то есть для меня это в общем хобби, это не способ заработка. Меня вдохновляет придумывать что-то новое, делать что-то новое. Ищу рецепты, смотрю, что с чем сочетается, а потом чаще всего это все комбинирую и придумываю свой рецепт. Некоторое время я жила в Крыму, и у нас во дворе были абрикосы и инжир, и мы не могли столько съесть, и поэтому я варила варенье. Оказалось, что инжир хорошо делать с грецким орехом. Я как-то делала варенье из огурца, с лаймом и с мятой. И как ни странно, оно оказалось хорошим дополнением к красному вину. Когда я подумала о том, что можно варить варенье из дыни, точнее, у меня подруга в этом сказала, может быть, ты сваришь, я думаю, ну, у дыни же мало вкуса, оно же не будет очень вкусным, скорее всего. Потом нашла рецепт, чуть-чуть изменила, стала варить, и это одно из моих лучших варений, в принципе. Оно очень нежное, очень хорошо подходит к сырам, ну, и так хорошо, как в сяночке, например, по утрам. Во-первых, я придумываю какие-то интересные рецепты. Не просто малина с сахаром, не просто клубника с сахаром, а что-нибудь добавить. К клубнике идет, допустим, ананас, к малине хорошо, арбуз и мята. К цитрусовым можно добавить тыкву. То есть, тут простор для воображения огромный. И, кроме того, я придумываю каждому варенью, каждому сочетанию названия. Последнее абрикосовое варенье я делала на портвейне с миндалем. Оно называется «Пена дней». Иногда я сначала придумываю название и под него что-то варю. То есть, мне захотелось сделать сарказм. Я долго думала, что же это может быть. Потом решила, что наверняка что-то острое. И так появилось варенье из болгарского перца, с чили и с яблоком. Вся моя жизнь связана так или иначе с литературой и с языком. И я уверена в том, что из чего угодно можно сделать историю. Можно взять любой факт из жизни или любой день человека, любую жизнь и сделать из этого историю. И здесь то же самое. Каждое варенье – это своя история. И то есть, человек, который это получает в подарок или покупает, он не просто покупает варенье, он покупает историю. И в этом основная прелесть в варенье. Мы же все любим, когда нам дарят что-то нетипичное. Тем самым, даритель как бы говорит, что и ты оригинальный, ты нетипичный, ты отличаешься от других. У меня есть мужчина, который довольно часто покупает в подарок своим друзьям. Он приходит, он выбирает именно по названиям. Что вот. О, слабоумие и отвага. Я знаю, какой женщине я это подарю. Или что-нибудь в таком же духе. Или карма. Карма. Отличная карма. Лимонный конфитюр очень вкусный, например. Он называется слабоумие и отвага. И состав там лимон с лимоном. Потому что по разной технологии делается, ну, по сути, два вида технологии. Все мои друзья говорят, вообще я варенье не ем, но твое ем. Субтитры создавал DimaTorzok